Здравствуйте! В эфире «Главное бизнес» в студии Артем Тарасов. Я и мои коллеги расскажем о самых важных событиях экономики Дона и, конечно, о людях, которые ее делают. Итак, сегодня в программе. Клуб «По интересам Ростов» принимает инвесторов, ученых, экономистов, инноваторов и политиков на 13-м экономическом форуме. Юристы против рейдерства. Экспертизу спорных дел проведут известные правоведы на площадке Центра «Бизнес против коррупции». Что им снег, что им зной. Лучших тружеников села в преддверии профессионального праздника поздравил глава региона. Более 5000 предпринимателей соберет 13-й Донской экономический форум. Он пройдет в Ростове с 10 по 12 сентября. В программе традиционные мероприятия. Это 4 конгрессных блока. Венчурная ярмарка, инновации, День молодого предпринимателя, инвестиции и предпринимательства. А также новинка сезона – конкурс «Стартап Дон». Примечательно, что заявки на участие будут приниматься во время работы форума. В финал выйдет 10 лучших бизнес-идей. Подробности в первом материале программы. Принять участие в конкурсе «Бизнес-идей» сможет любой желающий от 16 до 30 лет, предъявив лишь паспорт. Впрочем, размер призового фонда пока неизвестен. Но организаторы уверяют, что деньги 10 финалистов получат сразу на форуме. Поддержать и раскрутить молодых амбициозных предпринимателей – одна из задач нынешнего экономического форума. Мы хотим показать молодым людям возможности их в случае выбора их именно направления развития бизнеса. Так как они могут пойти работать в бизнес, они могут пойти работать в крупные корпорации, где престижная работа, они могут пойти работать в конце концов в бюджетной организации. Но мы хотим заинтересовать молодых людей, чтобы они рассмотрели возможность открытия своего дела и превратили свою компанию в ту компанию, в которую в дальнейшем можно было бы идти и престижно работать, и считалось бы трудоустройство в этой компании престижной. Сейчас доля малого и среднего бизнеса в воловом региональном продукте области составляет 17%. В розничной торговле – 25%. Эти показатели должны вырасти как минимум вдвое, считают представители власти. Региональное правительство создает условия для развития предпринимательства, помогает финансами и консультациями. Мы понимаем, что малый и средний бизнес может очень активно развиваться, он может давать ощутимый прирост экономике Ростовской области, он мобильный, он гибкий, он быстро может меняться в быстро меняющейся экономической ситуации. И в Ростовской области и в целом по стране мы наблюдаем, что малый и средний бизнес в основном задействовал в сфере услуг. Малых форм хозяйствования явно не хватает в сельском хозяйстве, текстильной промышленности и в сфере инноваций. Еще одна цель Донского форума – привлечь средний бизнес в индустриальные парки. Им в этом году будет отведена отдельная площадка. Стать резидентом индустриального парка может любая компания. Минимальная сумма инвестиций в проект – 30 миллионов рублей. Мария Индрикова, Юрий Санкин. Главное. Бизнес. В продолжении темы. На площадке форума пройдет первое заседание Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». Донской бизнес-омбудсмен Олег Дереза озвучит правовые экспертные заключения по двум обращениям предпринимателей. В работе Центра примут участие его московские коллеги – представители аппаратов, полномоченного по защите прав предпринимателей при президенте России. Задача ЦОП – защитить коммерсантов от рейдерства и коррупционного давления. Он рассматривает дела, которые связаны с административным, уголовным преследованием бизнесменов, предпринимателей и также попытками рейдерских захватов. То есть предприниматели бывают на стадии возбуждения уголовного дела, на стадии расследования, в суде, либо уже находящихся в местах заключения, либо те предприниматели, которые находятся под рейдерской атакой. Они обращаются или к полномоченному, либо сразу напрямую в Центр общественных процедур. И в рамках Центра общественных процедур наши партнеры, достаточно серьезные юридические агентства, они делают независимую общественную экспертизу данного дела. Жалобы бизнесменов рассматривает общественный совет, в который входят представители 49 организаций, в том числе силовых структур. Если будут выявлены признаки незаконного уголовного преследования предпринимателя или рейдерского захвата предприятия, то дело приобретет широкий общественный резонанс и будет рассматриваться на уровне федерации. Уже есть несколько прецедентов. Верховный суд России оправдал бизнесменов, в отношении которых были заведены уголовные дела. Кроме того, пойдет речь о необходимости создания межрегионального органа защиты прав предпринимателей. Приедут мои коллеги из Южного федерального округа, Северокурказского федерального округа, где приедут представители аппарата уполномоченного федерального Борисовича Титова. То есть в рамках данного совещания мы обсудим те часто поднимающиеся вопросы, которые возникают у региональных уполномоченных. Они примерно похожи. В разных регионах, может быть, конечно, есть какие-то свои отличительные особенности, но в общем, они идентичны. Ростовская область – один из наиболее привлекательных инвестиционных регионов России. Сегодня в Донском агропромышленном комплексе реализуются около 20 крупных проектов. В преддверии дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности чествовали тружеников Донского АПК и подводили итоги года. Валентина Назаренко подробнее. Сергей Калинин – главный инженер чертковского элеватора. В сельском хозяйстве он с 15 лет. Профессиональный праздник отметит вместе с юбилеем. Говорит, даже в 60 лет любимое дело бросать не намерен и на пенсии будет продолжать работать. За многолетний труд ему – благодарность, уважение и почет. Главное в сельском хозяйстве, как говорят, начинать заниматься сельским хозяйством и никогда не бросать это дело. Потому что сельское хозяйство – это как погода, очень переменчиво. Один год есть результаты, и следующий год может не быть результата, потому что сельское хозяйство не только зависит от труда тружеников, но зависит также и от погодных условий, как говорят, от Господа Бога. Успехи тружеников Донского АПК отметил губернатор. Василий Голубев рассказал о достижениях уходящего года. Была завершена реализация двух крупных инвестпроектов. Это кондитерская фабрика «Мишкина» в Оксайском районе и пищекомбинат «Донской» в Когольницком. До конца года мы планируем в Неклиновском районе сдать тепличный комбинат. У нас закончится реализация программы по созданию предприятия для производства чипсов. Есть несколько документов, которые мы подписали, в том числе и в последний раз в Сочи, о создании новых производств. И отдельно я бы выделил здесь соглашение с Нежэкономбанком на сумму более 170 миллиардов рублей. В 2013 году финансирование сельского хозяйства в регионе выросло почти в 4 раза и составляет больше 200 миллионов рублей. Ростовская область на первом месте в России по объему субсидирования программы по семейным фермам и на третьем по поддержке начинающих фермеров. Наши бабушки и наши предки ценили каждую крошку хлеба. На столе я не помню, чтобы когда-то кто-то относился к этому продукту по-другому. И, наверное, исходя из этого и государством, президентом Российской Федерации уделяется значительное внимание именно этому сектору. Вопросы продовольственной безопасности не всегда были, если будут оставаться основными. Глава региона рассказал о новой государственной программе развития сельского хозяйства Ростовской области. Она предусматривает ежегодное финансирование отрасли из областного бюджета до 2020 года. Общая сумма финансирования – 16 миллиардов рублей. Валентина Назаренко, Станислав Фоменко. Главное. Бизнес. На сегодня это все. Главное. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова